Продолжение следует... 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 лимфатических узлов, но у них уже были висцеральные метастазы. 18% больных уже успели получить, как я сказал, химиотерапию доцетоксилом перед включением в это исследование. Поэтому я упоминал, что больные могли включаться уже на фоне андроген-депривационной терапии, поэтому и уровень ПСА у них не такой высокий, потому что уже они какое-то время получали андрогенную депривацию. После того, как произошло расслепление, 184 пациента, это почти 32% из группы плацебо, не имели прогрессии и дали согласие на переход на терапию энзолутамида. Вот данные, которые мы получили в прошлом году, они были озвучены на Конгрессе ЭСМО 2021 года, это данные по общей выживаемости больных, включенных в это исследование. Обратите внимание, как расходятся кривые выживаемости в пользу раннего назначения энзолутамида. То есть больные, которые были рандомизированы в группу комбинации АДТ с энзолутамидом, достоверно, статистически достоверно и, как вы видите, клинически очень значимо дольше жили. Риск смерти снижался при раннем назначении энзолутамида на 34% по сравнению с риском смерти у тех больных, которые получали андрогенную депривацию, как монотерапию. И вы видите, что при 48-месячном, то есть при 4-летнем периоде наблюдения, различия уже абсолютной выживаемости составили 14% в пользу энзолутамида. Медиана не достигнута. Какая она будет, мы пока не знаем. Явно она будет больше 5 лет. И могли ли мы раньше себе представить, что наши пациенты будут жить так долго? Причем выигрыш выживаемости при раннем назначении энзолутамида в комбинации с андрогенной депривацией не зависел от объема метастатического поражения. Вот обратите внимание, эти синенькие кривые – это больные с малым объемом метастатического поражения, а зеленые – это больные с большим объемом. Нет, синие – это те, кто был рандомизирован на получение энзолутамида, а зеленые – те, кто был рандомизирован на АДТ плюс плацебо. И вне зависимости от того, какой был объем, ну вот эти 2 кривые – это больные с малым объемом, это с большим объемом, вы видите, что комбинация с энзолутамида давала значимое, статистически значимое и очень выраженное Преимущество выживаемости. На 34% снижался риск смерти при комбинации АДТ с энзолутамидом, вне зависимости от того, это был олигометастатический процесс или это был большой объем метастатического поражения. Вы знаете, это более 4-х костных метастазов или наличие висцеральных метастазов. Опять же, энзолутамид дает преимущество и у тех больных, у кого мы выявляем метастазы при первичном диагнозе, то есть это первичный метастатический процесс, вот эти две кривые, и у больных, у которых метастазы развивались после ранее проведенного местного лечения, вот верхние две. И тоже вы видите снижение риска смерти относительного на 29-37% при применении энзолутамида в комбинации с андроген-депривационной терапией. Если мы не будем учитывать больных, которые перешли из группы плацебо на прием энзолутамида, то есть без учета кроссовера, мы увидим, что риск смерти снижался еще больше, на 43% при назначении энзолутамида АФРОН, то есть в начале лечения. И вы видите, что опять же это преимущество имелось во всех подгруппах больных, вне зависимости от объема метастатического поражения, времени выявления метастазов, во всех этих подгруппах больных раннее назначение энзолутамида приводило к выигрышу. Что касается выживаемости без прогрессирования, без радиологического прогрессирования, здесь преимущества были, конечно, еще более значительные. Но обратите внимание, в группе плацебо, то есть это андроген-депривационная терапия как монотерапия, эти цифры 19-20 месяцев мы еще с 90-х годов видели, они не изменились. Те же вы видите 19,5 месяцев. И медиана в группе комбинации с энзолутамидом еще не достигнута до развития кастрационной резистентности, ну фактически до развития кастрационной резистентности, радиологическое прогрессирование. И таким образом на 61% снижался риск прогрессии при назначении комбинации андрогенной депривации с энзолутамидом. Еще один очень важный фактор прогноза и предиктор выживаемости наших пациентов – это уровень снижения простатического специфического антигена. Это тоже мы знаем достаточно давно из исследований СВОК, что если в процессе андроген-депривационной терапии уровень ПСА падает до неизмеряемых значений, до нуля, эти больные живут очень долго, значительно дольше, чем те пациенты, у которых ПСА не снижается до нулевых значений. И обратите внимание, что в группе больных, которые были рандомизированы на получение комбинации АДТ с энзолутамидом, таких больных, у которых ПСА падал до нуля, было 68%. В группе плацебо всего 18%, то есть на 50% больше было больных со снижением уровня ПСА до нулевых значений. Но вы скажете мне, иногда приходится слышать такое мнение, но все-таки смотрите, 18% в группе АДТ как монотерапии продемонстрировали падение ПСА до нуля. Может быть, такой хороший эффект, может быть, им и не надо добавлять энзолутамид? Нет, друзья мои, оказывается, надо. Обратите внимание, ну, во-первых, исследование Арчес подтвердило значительное преимущество выживаемости у тех больных, у кого ПСА падал до нуля. И обратите внимание, что даже у тех, кто в процессе вот этой инициальной андроген-депривационной терапии до рандомизации демонстрировал падение ПСА до нуля, даже у них добавление энзолутамида приводило к значимому увеличению общей выживаемости. То есть даже если вы начали андрогенную депривацию и ПСА упал до нуля, все равно, если вы там через месяц, два или три назначите к станде, эти больные выиграют по выживаемости. Обратите внимание, имеется статистически достоверное снижение на 52% относительного риска смерти. И, естественно, в еще большей степени снижал энзолутамид риск смерти у больных, у которых ПСА не падал до нулевых значений, был меньше 4, но больше 0,2, и у тех больных, у кого он не снижался даже до уровня 4 нанограмм на миллилитр, был больше 4 в процессе инициальной андрогенной депривации. И у этих больных комбинация ДТС с энзолутамидом приводила к снижению риска смерти на 35%. Я уже упоминал, что энзолутамид снижает существенный риск выживаемости без радиологического прогрессирования, но также еще в большей степени он снижает риск развития кастрационной резистентности, потому что кастрационная резистентность подразумевает не только радиологическое прогрессирование, но и прогрессирование биохимическое или даже симптоматическое. И вы видите, что на 72% снижался риск развития кастрационной резистентности. Медиана времени до развития кастрационной резистентной стадии у больных, которые получали андрогенную депривацию как монотерапию, то есть те, кто в группу плацебо был рандомизирован, она составила около 14 месяцев. Это даже, кстати, немножко больше, обычно около 11 месяцев. Но и посмотрите, насколько, как выходит на плату вот эта кривая времени до развития кастрационной резистентности в группе больных, которые получали апфронт энзолутамид. Здесь, конечно, медиана еще не достигнута. Энзолутамид, раннее его назначение привело к тому, что существенно увеличилось время до первого симптомного осложнения со стороны скелета. Вы знаете, это и патологические переломы, и компрессия спинного мозга, необходимость хирургических вмешательств и лучевой терапии в связи со скелетными осложнениями. И вы видите, что риск с первого симптомного осложнения снижался на 48%. И мы, может быть, иногда как-то не уделяем внимания этим событиям, но они же очень существенно ухудшают качество жизни наших больных, инвалидизируют их. И, опять же, если говорить о качестве жизни, то мы с вами увидим, а больные ведь годами должны получать эти комбинации с антиандрогенами нового поколения, с энзолутамидом. И вы видите, что несмотря на то, что они получают эту комбинацию очень долго, качество жизни пациентов не снижается в результате применения этих комбинированных режимов. Но вот здесь тоже показано преимущество времени до появления клинической значимой боли, боли, которая требует уже использования, как правило, опиоидных анальгетиков. Это тоже, конечно, очень тяжелое осложнение опухолевого процесса. И вы видите, что здесь тоже выигрывала комбинация андрогенной депривации с энзолутамидом. Ну и опять же, когда мы говорим о таком длительном приеме препарата, очень важно учитывать, какие нежелательные явления и вообще, насколько эти комбинации повышают частоту нежелательных явлений. И вот в чем привлекательность комбинаций АДТ с антиандрогенами нового поколения, и в частности с препаратом к станди, в том, что практически не увеличивается. Но, как вы видите, не очень существенно частота нежелательных явлений. И частота нежелательных явлений третьей-четвертой степени тоже на 10% примерно больше. Но, например, нежелательные исследования, которые приводили к отмене препарата, они не так часто наблюдались в группе комбинации с энзолутамидом. И опять же, я повторюсь, обратите внимание, 40 месяцев больные получали энзолутамид, и те, кто был рандомизирован в группу плацебо, меньше 14 месяцев получали плацебо. То есть надо понимать, что значительно дольше период был лечения энзолутамидом, и поэтому разработано такое понятие, как количество нежелательных явлений в течение длительности, на длительность терапии. И вот если использовать вот этот показатель, мы с вами увидим, что по этим основным нежелательным явлениям, и вы знаете, какие это гипертензия, стенизация, падение, они бывают редко. Но если мы их распределим на вот этот период времени, который больные получали энзолутамид, мы с вами увидим, что даже вот это соотношение частоты нежелательных явлений к длительности терапии было меньше в группе комбинаций с станди, чем в группе монотерапии, андроген-депродукционной терапии, как монотерапии, то есть комбинации с плацебо. Ну и еще был такой поданализ проведен о том, как работает энзолутамид у больных старческого возраста. Ну вот разделили пациентов на больных с возрастом меньше 75 лет, и на больных старше 75 лет. Вы видите, что здесь характеристики по опухолевому процессу, они одинаковые, и 30% примерно больных были больны старше 75 лет, но это типично для популяции пациентов с раком предстательной железы. И обратите внимание, что эффективность терапии здесь показана у пациентов моложе 75 лет и у пациентов старше 75 лет эффективность энзолутамида одинаковая. То есть энзолутамид дает преимущество и по общей выживаемости, и по выживаемости до кастрационной резистентности, и по биохимической беспрогрессивной выживаемости, и по времени дооскелетного осложнения, что у этих пожилых пациентов очень важно, он дает преимущество в этой тяжелой группе больных. Почему я обращаю на это внимание? Потому что, конечно, больным старше 75 лет, ну, кроме Марии Игоревны, наверное, вряд ли кто-то назначит прямогормоночувствительном раке Афрондоцитоксел. И что еще отличает этот препарат, в отличие, например, от абиротерона, где мы очень массу должны учитывать, ну, не массу, но несколько моментов, связанных с фармакокинетикой этого препарата, а эти гепатотоксичности при абиротерона, энзолутамид вообще практически не требует модификации дозы в зависимости от нарушений функции печени, почек, и в зависимости, опять же, от возраста больных, поэтому можно спокойно назначать в станди стандартные дозировки и у больных вот такого преклонного возраста. Таким образом, исследование ARCHES, о котором я сейчас вам говорил, продемонстрировало, я бы сказал, очень значительное, очень значимое преимущество, которое мы не можем с вами игнорировать, коллеги. Когда мы по привычке и по старой любви назначаем больным бекулутамид, вспомните о том, как вы уменьшаете таким образом продолжительность жизни ваших больных, как вы уменьшаете время до прогрессирования, до осложнений, в том числе и со стороны скелета, по сравнению с теми больными, которым вы назначите энзолутамид. Поэтому, как вы видите, по всем этим конечным точкам комбинация андрогенной депривации с энзолутамидом показала значимое и существенное преимущество, но мы с вами давно уже знаем, что энзолутамид является одним из препарата выбора для лечения метастатического кастрационно-резистентного рака. Потом мы стали уже применять, и я думаю, у многих уже есть опыт в использовании этого препарата для лечения не метастатического кастрационно-резистентного рака. Но сегодня основная, конечно, ниша для применения этого препарата – это комбинация с андрогенной депривационной терапией с самого начала лечения больных метастатическим гормон чувствительным раком предстательной железы. Потому что вы видите, что выживаемость увеличивается очень существенно. 71% пациентов живут более 4 лет. И еще раз говорю, какая будет медиана? 6-7 лет, может быть даже больше, мы пока не знаем. И это увеличение продолжительности жизни происходит у всех больных. И у больных с большим объемом, и с малым объемом, вне зависимости от того, когда были выявлены метастазы, вне зависимости от исходного уровня ПСА, дифференцировки опухоли и так далее. По всем другим конечным точкам раннее назначение анзолотамида тоже приводит к существенному улучшению. И раннее назначение к стандип-комбинации с АДТ не ухудшает наши возможности для последующего лечения пациентов, у которых разовьется уже фаза кастрационной резистентности. Лечение, как вы видите, переносится очень неплохо. Препарат можно назначать и больным пожилого возраста с интеркурентными заболеваниями, при этом модификации дозы не требуется. Поэтому, конечно, эта комбинация сегодня является, на мой взгляд, самой привлекательной для лечения этой категории больных метастатическим раком предстоятельной жизни. Спасибо. Большое спасибо, Борис Яковлевич.